Сотовый телефон Сотовый телефон Сотовый телефон Сотовый телефон Сотовый телефон Сотовый телефон Они входят в нашу жизнь максимально активно и, я бы сказал, естественно. Я помню, что 30 лет назад наш основатель Билл Гейтс ставил задачу, чтобы компьютер был в каждом доме. И тогда, кстати говоря, многим казалось, что это совершенно какая-то мистика, этого не будет никогда. Сейчас давайте посмотрим те же развитые страны, да и развивающиеся страны. То есть компьютер в каждом доме, это становится абсолютно реальностью. Но сейчас стоит новая задача, которую и мы ставим, и другие технологические компании. Она, если коротко будет звучать так, сделать так, чтобы компьютер мог видеть, слышать и понимать человека. И вот это на самом деле является одной из важнейших задач. Отсюда вот эта тенденция использования так называемого natural user interface или естественного пользовательского интерфейса, конечно, становится абсолютно актуальной. Еще одной важной тенденцией является то, что то огромное количество устройств, которые появляются, оказываются подключенным к единой сети. В данном случае мы можем говорить о сети интернет по большой скорости, причем независимо от того, через какого оператора, через какую технологию. Технологии могут меняться, но с точки зрения того, что большое количество устройств, все оказываются подключены к единой сети, вот эта connectivity, это действительно становится очень важной тенденцией. Еще одна важная тенденция, это, конечно, которая приходит в нашу жизнь, это клауд-компьютинг или облачные технологии. Если коротко сказать, что такое облако, это переход от модели, когда на ваш компьютер или на инфраструктуре предприятия, на сервер установятся сложные продукты, их поддерживают большое количество айтишников, переход к тому, что айти представляется как услуга. И дальше вариантов предоставления облачных технологий появляется очень много, например, это может быть частное облако внутри холдинга, какого-то российского холдинга, на своем дейта-центре устанавливаются облачные решения. И дальше айти представляется как услуга всем сотрудникам холдинга, независимо от того, где бы они ни находились. Ну а у компании есть четкий подсчет средства, сколько тратится на айти для каждого, допустим, предприятия. Или, например, это может быть облачный сервис от провайдера, от нас, от какого-то нашего партнера или от конкурента, например, причем тоже в разных видах. Это может быть продукт как сервис, это может быть инфраструктура как сервис и это может быть даже платформа как сервис. Причем здесь мы говорим о том, что это, конечно, дает новые, совершенно новые возможности для большого количества людей. И вот, кстати говоря, здесь показано то, что, в общем, есть некоторая эволюция на рынке айти. И если когда-то мы шли от тех же мейнфреймов, переход к серверным решениям, то сейчас фактически мы идем к тому, что большое количество устройств, которые совершенно разные, о которых мы когда-то и не подозревали, они уже становятся компьютерами, соединенными друг с другом. Это дает как раз новые возможности и для производителей устройств создать какие-то новые бизнесы, и для, естественно, телеком-операторов за счет того, что это все объединено в единую сеть. И, конечно, все это должно быть и будет работать на благо людей. Если, кстати говоря, кто-то научился все-таки этой замечательной нашей презентацией управлять, то можно, в принципе, продолжать. Вот, например, также возможность того, что компьютеры становятся для нас невидимы, они встроены в различные устройства, и это, конечно, помогает нам в жизни. То есть через какое-то время мы ожидаем, что тот же автомобиль, например, может быть заранее отправлять информацию о том, что человек задерживается в пробке на МКАДе, например, и ваши встречи могут переноситься. Это должно помогать вашей жизни. Например, одна из тенденций – это появление и более активное распространение в нашей жизни цифровых дисплеев. То есть если сегодня есть цифровые дисплеи, но они стоят достаточно дорого, поэтому они являются новинкой, то через какое-то время по нашему анализу они очень широко войдут в нашу жизнь. То есть цифровой дисплей, мы будем приходить на кухню, и вот он, пожалуйста, цифровой дисплей, где можно любую информацию для вас уже заранее загруженно из тех же социальных сетей или газет, которые вас интересуют, вы будете сразу же получать. Дверца-холодильник – это доска, там объявление, где будет меняться информация о всех членах семьи. В гостиной, допустим, когда к вам пришли в гости, вы можете легко демонстрировать те же фотографии с последнего вашей поездки, это все работает. Да и сам офис через какое-то время, мы считаем, что будет становиться уже не просто средством, где вы приходите и проводите переговоры. Это фактически такая цифровая комната, в которую вы как внутрь компьютера заходите и уже с цифровыми дисплеями можете обмениваться любой информацией, демонстрировать все и так далее. А цифровые дисплеи станут понятными и удобными, вплоть до того, что человек, как сегодня мы видим человека с газетой в кармане, точно так же человек будет ходить с цифровым дисплеем. В любой момент ему нужно развернул его, прикрепил к любой стене и продемонстрировал любую информацию. И вот это тенденция, которая, мы уверены, будет менять сегодня нашу жизнь, потому что действительно эта вся информация станет более доступной, удобной для человека. Может быть продолжим, посмотрим, если что-то, сможем ли мы дальше пойти по слайдам. Значит, с точки зрения, да, например, одно, один из примеров уже такой связи цифрового и реального мира, который нужно продолжать, потому что понятно, что при том, что цифровой мир будет входить лучше и лучше, более активно в нашу жизнь, полностью остаться в такой виртуальном пространстве, мне кажется, это абсолютно неправильнее, кстати говоря, о том, что остаться человеком, мне кажется, это важно. И вот некоторые такие связи, которые помогают людям связать цифровой мир и мир такой человеческий, они, мне кажется, актуальны. Вот, как пример, Microsoft Tag, это один из примеров того, что сделан специальный штрих-код, который любым телефоном, даже самым простым, примитивным камерой, может быть сделан снимок, а дальше по этой информации вы получаете всю информацию, например, это была реклама концерта или какой-то рок-групп, у вас вся информация, где происходят концерты, что у них, какие последние клипы, ролики, вы можете сразу себе загрузить последний альбом и так далее, как быстро можно заказать их билеты и попасть к ним на концерт. То есть эта информация становится полностью доступна. Ксения, мне приятно, что и в нашей стране мы начинаем это активно использовать. Например, в универсиаде, которая будет в Казани, уже используется, будет использовать вот это решение. То есть новые технологии реально входят в нашу жизнь. Если можно, там дальше пролистите, пожалуйста. С точки зрения такого интерфейса, естественного интерфейса, конечно, пример, который я хотел бы сказать, это, конечно, решение Кинекта. Или вот здесь как раз может быть показан ролик Аватар Кинект, когда уже система, кстати, Кинектом многие пользуются, наверняка. Да, так что я надеюсь, что это входит в нашу жизнь. Это вот как раз система, когда компьютер видит человека и, в принципе, сейчас сделан следующий шаг. Так, Xbox, Kinect с помощью новых решений уже не только видит и распознает движение, узнает человека, когда человек подходит, ну, фактически, к компьютеру, но начинает уже его понимать и исполнять команды. Например, сейчас мы сделали так, что уже при подходе к тому же компьютеру вы можете сказать, там, загрузить фильмы. И он выдает прямо вашу видеотеку. Вы можете выбрать голосом любой фильм, он начинает его проигрывать. Уже, в принципе, работает реально хорошо, пока, правда, на английском языке. Но сейчас мы как раз хотим сделать, чтобы это было доступно на разных языках, естественно, и на русском в первую очередь. Поэтому вот этот шаг, когда уже мы переходим к следующему шагу такого единого улучшенного пользовательского интерфейса. И, соответственно, человек, компьютер начинает уже видеть и понимать и выполнять определенные команды. И как раз в этом я вижу будет и будущее развития технологий, потому что любые формы и способы, которые облегчат работы со сложными устройствами, они, во-первых, будут полезны людям, которые, ну, сложны с техникой, потому что не все айтишники, не все могут работать в сложных системах. Людям нужна более простой такой интерфейс. Ну, и, с другой стороны, дадут возможность технологическим компаниям сделать вокруг этого достаточно интересный бизнес. Ну, и, наверное, главное, что я хотел бы сказать, что вокруг этих тенденций и, естественно, пользовательский интерфейс, и облачные технологии, которые сегодня меняют индустрии. И вот подключение различного вида устройств, которых будет все больше и больше, появляется возможность создания разных интересных бизнесов и таких инновационных прорывных технологий. Поэтому сегодня мы уверены, что здесь есть возможность для большого количества инновационных компаний, маленьких компаний, средних компаний, крупных компаний. Это может быть партнерство. Мы говорим всегда о том, что как раз партнерство с крупными компаниями помогает, в том числе, и выйти на международные рынки, что необходимо. И здесь, конечно, мне хочется всем пожелать иметь эти инновационные идеи, не в коем случае не закрываться и не смотреть узко на вопросы. Наоборот, смотреть широко, знакомиться с тенденциями, которые появляются, пробовать, создавать какие-то продукты. Для этого, кстати говоря, есть возможность, есть и программные продукты для разработки, есть и поддержка. У нас есть программа поддержки стартапов со Сколковым, и вместе реализуем поддержку инновационных стартапов. И здесь пробовать начинать свои проекты, которые, я думаю, что могут привести к такому серьезному построению бизнеса, который поможет и людям с помощью новых технологий. Спасибо. Спасибо.